МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как избавиться от одиночества. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас невеста и три жениха. Чемпион банного искусства Пётр, спортсмен с деловой жилкой Сергей и настоящий друг Александр. А невеста у нас Ольга. Давайте посмотрим. Ольга, 26 лет. Её возлюбленный был алкоголиком. Терпела его выходки до тех пор, пока из-за него не попала в аварию. Решила, что это знак, и ушла. Ольга учится на телеведущую, знает итальянский язык, готовит здоровую пищу и занимается фитнесом. Верит в космических пришельцев и каждый день читает молитвы. Мечтает о шикарной свадьбе в Доминикане. Ольга считает, что настоящий мужчина должен иметь дом на Рублёвке, работать в нефтяной или газовой компании и получать полмиллиона рублей в месяц. Только такому мужу она готова стать музой. Давайте встретим Ольгу. Мы ждём вас. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Жизнь соответствует фото. Расслабится. Батя, к тебе сразу, как профессионала, вопрос. Может быть, Ольга не замужем до сих пор, потому что слишком материальная? Я абсолютно уверена, что дело не только в этом. Мне кажется, что Ольга не то чтобы преувеличила свою материальность, преувеличила свои представления о мужчинах на настоящий момент. Наверное, не встречался тот, кто и вызвал бы её живой интерес и одновременно для которого она явилась бы такой путеводной звездой. Но при этом тот, кто бы смирился с её действительно, ну, не меркантильностью, а скажем, расчётливостью. Интересная девочка. Роза, а на твоём рынке какая востребованность невесты нашей? Ну, невеста, конечно, хоть куда. Красивая, молодая, ухоженная. Вот, правда, не работает, это плохо, потому что на салон красоты дорого ведь это всё это. Машина у вас есть дорогая, хотя квартиру снимаете, да? Да. И требования у вас какие-то запредельные. Нет, у меня требования не запредельные. А так вообще ничего. Надеюсь, что мы сейчас с рукой её и будем. Как это не запредельное? Послушайте, ну, озвучили и здорово. Зачем же в отказку-то? То есть вы не хотите мужчину с домом на руглёвке? Я хочу в первую очередь, чтобы мужчина был моим единомышленником. А он будет единомышленник, но зарабатывать вообще не будет? Потому что будет сухую корочку питаться? Нет, потому что он не зарабатывает, он не имеет деньги. А деньги в первую очередь, это свобода наша. И я бы хотела, чтобы обязательно он был по годам развит. И если он развит по годам, это мой единомышленник, это мой человек. Я, честно говоря, вообще не совсем понимаю. Ну, то есть или человек просто не знает, что ему хочется, или бросается из крайности в крайность. У вас была большая любовь с молодым человеком. Расскажите. Да, мы познакомились, когда я была совсем юна, мне было 19 лет. Познакомились в клубе, и это была моя любовь очень яркая, сильная. Жили с ним три года. Потом в дальнейшем я стала понимать, что он склонен к алкоголю. Он был запойный или просто пил каждый день с удовольствием? Нет, все было... Знаете, как у Довлатова, говорит, мой друг пил каждый день. И иногда он уходил в запой. Так вот, я не знаю, ваш друг пил каждый день? Нет, все было достаточно нормально. То есть обычный праздник какой-то. Потом праздник затягивался на неделю, на две. Ну, ясно. Я читала литературу, общалась с другими женами, как-то хотела его закодировать. А вам зачем это было? Он в жене был вашим мужем. Ну, это была моя любовь, это была моя половинка. А что в нем было такого прекрасного? Не знаю, мне было с ним комфортно, я перестала общаться с своими подругами. Он для меня был... То есть когда он не пел, он был золотой, да? Ну, как золотой, не золотой, он был мой. Ну, ясно. А кто машину-то купил? Машину мне подарил второй мужчина, мужчина моей мечты, который я встретила в Москве. Ну, если только за счет других, то она может себя обеспечить. А вы работали хоть когда-нибудь? Да, я работала в юности, когда мне было 18 лет. Сейчас тоже вроде не старость, 26 лет. Работала продавцом-консультантом, и я знаю, что такое тяжелая работа. Да, я стояла на ногах с 9 утра до 10 вечера. О, тяжело-то. Но образование у вас есть. Образование у меня большее, экономическое. Ну, как вот первое впечатление, первое. Да, первое впечатление у меня такое, что она непростая девушка. Расскажите про вторую любовь, которая вот уже была богатой. Да, да, да. Я что-то тоже полюбила эту тему, Рос. Да. А ты? Вас нет еще пока? Нет. Ты же молодая. Нет, я составлю вам оппозицию. Мы с подругой сидели в ресторане, недорогой ресторан, и напротив сидел мужчина, стала делать знаки внимания. Потом в дальнейшем он... Знаки внимания глазки ставили, или шампанское? Нет, это он делал знаки внимания. Ну, какие? В дальнейшем он... Цветы, шампанское, что? Да, да, были цветы, шампанское. Официант поднес к нашему столику. В цветах была визитка. На визитке были его данные. Ну, мне ради интереса, я позвонила на следующий день, и мы с ним пообщались. Потом в дальнейшем у нас завязались отношения. После шести месяцев нашего общения, примерно где-то так, он подарил мне машину. И деньги вам все время давал. Вы даже скопили на двушку в Свердловске. Да, да, он мне помогал. Квартиру купил, да, ведь? Нет, это не он мне купил квартиру. Нет, ну вы скопили же? Просто она скопила. Ну, правильно, а я всегда говорю... Ну, что же, жених женихом, а денежки надо собирать. Главное, вы где на мышленника? Светлева. Какая накопительная. И что? Потом? Время сделала свое дело. Он был женат. Нет, он был женат, и он же вам с самого начала сказал, что из семьи не уйдет. Поэтому, если вас устраивают такие отношения, помогать будет. Да, да, и я не хотела ни в коем случае рушить его семью. Даже если бы вы захотели, он бы, конечно, семью свою не разрушил. Вы что думаете, одного вашего желания достаточно, когда вы, будучи молодыми, возлюбленными у взрослых, у богатых мужчин, то есть вы так сделала пальцем, он стал вашим мужем? Да нет, я не желала ни в коем случае. Нам нужна любовь. А нам, мне кажется, не из тех. У меня на первом месте семансовая сторона. О чем мечтаете? Я знаю, что вы занимаетесь на курсах, да, телевидения? Я хочу стать телеведущей и хочу выбрать для себя ту работу, которая бы принесла мне в первую очередь удовольствие. А сколько вы уже учитесь здесь? Два месяца. Два месяца? У вас очень сильный говор, вам нужно хорошего педагога по сцене. Я работаю над этим. И то, что я говорила, дятел-дятел, дятел-дятел. Жили минут понапросто не тратя. Вот так разговаривала, как вы сейчас. Ужасно, ну избавитесь, если захотите, поставите перед собой цель. Моя еще что? Хочу себе семью идеальную. Идеальная какая ваше представление? У меня был муж, который был, в первую очередь он приходил ко мне за советом. Чтобы я была для него и любовницей, и подругой, и другом, и братом, и сестрой. Чтобы настолько у нас были открытые с ним отношения, и мы обсуждали абсолютно все. А вы что ему в свою очередь предложите? Себя? Очень много у нас именно красивых ведущих, но не замужем. А годочки-то идут. Вы не боитесь? Потому что работать будете... Да нет, не работать, это пахать просто-напросто. Вот под этими софитами сидеть, кожа портится, морщины появляются. А что для вас первичнее? Личная жизнь или вот все-таки работа, которую вы себе наметили? Мне кажется, она говорит одно, а на самом деле в душе ему другое. Так что нужно проверить. О чем в жизни жалеете? Вот за свою прошедшую жизнь, за 26 лет, о чем жалеете по-настоящему? Жалею о том, что слишком много брала на свои плечи раньше. И это сыграло свою роль, и мне от этого больно. А что имеется в виду? Просто нам это важно, для того, чтобы вас понять. Наверное, много времени потратили на алкоголика, на этого. Да, вот на это. Нет, Сережка, мы тебя не отдадим. Сколько лет уже в Москве? Четыре года. Четыре года? А за четыре года есть какие-то сдвиги вообще в карьере, в личной жизни? Или есть ощущение, что топчется на одном месте? Нет, нет, я изменилась. Я считаю, я стала лучше, интереснее, качественнее. У нас машина какая дорогая, Лариса. Ну, я хоть не выеду. Мне кажется, она из тех девушек, что способны не то, что подчиняться мужчине, а быть в семье на втором плане. После рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай по женимся» на студии Ольга. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Здравствуйте, Ольга. Привет. Я очень рад вас видеть. Вы очень красивы. Давайте попробуем пообщаться и познакомимся поближе друг к другу. Спасибо. Эти прекрасные цветы для вас. Спасибо. Спасибо. Мы без приспособлены. Не знаю. Даша, Костян. Это для вас. Спасибо большое. Василькова Василисе. Розовая Рози. Почтала бы, слава Ларисе. Спасибо. Я с Тома очень люблю, красивые цветы нежные. А белые Ларисе. Обидусь, я... Никого не обидно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, ну галантный. Он межгалантный хороший. Всех. Да. Давайте с нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Пётр. 37 лет. Кандидат в мастера спорта по силовому троеборью. Сейчас занимается банной реабилитацией. Победил на международном чемпионате по паренью вениками. Чтобы прокормить семью, готов разгружать вагоны по ночам. Первый брак Пётр заключил сразу после школы, но взрослую жизнь не потянул. Через 17 лет скоропалительно женился вновь, но с женой диалога не получил. Надеется, что с Ольгой ему удастся построить хорошую семью. Василис, во мне такое ощущение, что наш жених, добившись победы, теряет всяческий интерес. И он, мне кажется, совершенно не способен к диалогу. А ты как думаешь, что там звёзды? Отчасти так. Я думаю, что не совсем способен хранить верность в чувствах. Не всегда способен долго интересоваться женщиной так, как она этого хотела бы. Но женщина это чувствует. Не всегда способен мирно выяснять отношения. Увы, квадрат Венеры к Марсу к этому подталкивает. Что-то он совсем не впечатляет. А на твоём рынке женихи вот таким спросом пользуются? Хороший жених спортивный, красивый, трудолюбивый. Ребёнок уже взрослый не помешает, собственно говоря. Руки вам правильно заточены. В общем, брать надо. Оля. Пётр, а как у тебя получилось, что вы женились прямо по какой-то младости? Ну, получилось так, что я близко общался со своей одноклассницей. И, как это вы любите говорить, по залёту получилось. Вот. Ну, на самом деле, я испытывал чувство влюблённости к этой девушке. И я, собственно, не собирался жениться на ней. Но как меня воспитали... Родители заставили. Было так, и я считаю, что я поступил благородно, как должен был поступить. Я не бросил девушку с ребёнком одну, и мы поэтому поженились с ней. Не ответственный, раз по залёту. Мне настолько было тяжело морально, когда мне объявили, да, об этом своё решение, что я, собственно, был... Ой, дураки. До свадьбы я был в таком состоянии. То есть я ходил по улицам и думал, вот повеситься мне на этом столбе или пройти дальше. И вы говорите, что при этом были благородным человеком. Василиса, я в этой истории всегда на стороне мужчин. Вы знаете... Это девушки должны думать, понимаешь? Ларис, ну и молодые люди, когда тоже не только о спорте, должны думать и о сексе. Послушай, ну дают, бери, извини меня. Вот смотри, она на него смотрит, она прищурилась. Присматривается. Оценивает, ну... Знаешь, прищурь без интереса. Петь, сколько прожил ты в результате с женой спиной? Мы прожили, ну, буквально несколько месяцев. Она просто ей надоела терпеть, да, что меня не бывает дома. Я понимал свою ответственность, да, и я пытался как-то зарабатывать деньги какими-то... Ну, я уже сейчас не помню, какими способами. Что-то я домой приносил, но, конечно же, я был... Скажите, поскольку вас женили родители фактически, родители как-то вам помогли в эти первые месяцы жизни, поскольку они по сговору решили, что вот вам надо на них жениться? Да, Василиса, даже если бы помогали. Ну, он парень молодой, у него совершенно другая жизнь, тем более спортсмен, тем более тренировки. А та, видать, пилила, что у неё токсикоз, ей надо с ребёнком, а Петя где-то там гуляет. Хорошо, я знаю, что с ребёнком общаетесь, ребёнка не бросили, он уже взрослый, 19 лет. Мы с ним в походы вместе ходим. Я даже приблизительно представляю её рядом с вот этим вот. А как на второй смогли жениться? Тоже буквально второй день сделали ей предложение. Да, так и было. Значит, дело было так, что мы с девушкой работали на одном месте работы, она симпатичная, вроде какие-то там... Хотя не было даже никаких поползновений, близкого знакомства. Она же вас начала обхаживать, там пирожочки вам, курочки жареные. Нет, я вам сейчас расскажу. У неё на тот момент был молодой человек, я тоже был несвободен, когда мы работали. И через какое-то время, буквально, ну, наверное, через полгода, мы в интернете случайно стали переписываться, я стал спрашивать, как дела. Вот. И вдруг я выяснил, что она свободна. Я на тот момент тоже расстался со своей очередной девушкой. Я предложил встретиться. Она говорит, да не вопрос, давай встретимся. Только я за 1200 километров отсюда, от Москвы. Я говорю, ну, для бешеной собаки 1000 километров не крюк. Вот. Сел, приехал. Какой молодец. Вы настоящий мужчина, да? Да. Меня, что в ней затронуло очень сильно, как, наверное, любого мужчину, это забота, да? То есть мне, она знает, что мне ехать в обратную дорогу, да? Она мне, я, правда, с утра встал, пока она спала, сбегал там в магазин, приготовил там какие-то котлетки ей, вот. Ну, хотел человеку сделать приятно, да? Она, когда проснулась, соответственным образом мне то же самое, да? Собрала с собой покушать. Вот. Ну, и, собственно, меня это зацепило. Я, когда домой приехал, я думаю, ну, а что, собственно, тянуть уже, и время подходит. Такие вы дураки. Боже мой, как вас... Да, я говорю, выходи за меня замуж. Как вас легко сделать, а, бедный мальчик? То есть, в принципе, ликаверна бывает, где что-нибудь, значит, не только женщина, да? Он мужчина тоже. У нее лежала в холодильнике курица, срок годности подходил уже, да? Я думаю, дам с собой на дорогу парня. Ну, как вас легко, мальчики, а? Боже мой. Да, вот я сейчас не вижу. Я вижу прищур, а потом закатанные глаза, поэтому... Мы с удовольствием посмотрим. Хотя мне парень нравится, слушай. Да он вообще замечательный. А что с ней не сложилось? Надо было просто узнать человека поближе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что она была какая-то плохая. Я вообще ни про кого, так не могу сказать. Мне все те люди, с которыми я общаюсь, они мне дали положительное... Хорошо, дайте мне вот это вот прекраснодушничать, я это терпеть не могу. Есть люди хорошие, а есть чистые уроды, поэтому я вещи называю своими нами. Спасибо вам. Потому что когда приезжает, говорит, я не оботню из своих 12 женных, не могу сказать ничего плохого. Чего там не сложилось? Когда у нас возникали какие-то конфликтные ситуации, я пытался это выяснять сразу. Да, я попросил об этом, я это озвучил. Вот, а у нее был такой пунктик в голове, что она просто замыкалась и могла со мной несколько дней не разговаривать. Я не понимаю этого вообще в принципе. Ну все, пускай уже дарит подарок, едет. Может, ей денег не хватало? Может быть, но надо было мне об этом сказать. А банщик много заработает банщик, да? Это вот с Венчиком-то. Он мастер спорта. Проще говоря, да. Я помимо этого еще много другими делами занимаюсь. Скажите, а девушек попариваете так? Я всех парю. С этого нужно было начинать. Ольгу интересует именно кто этот бизнес. Ревновала она вас? Я состоятельно купил себе. Честно. Петь, говорила, уйди с работы? Нет. В мою работу она не лезла. Никогда, ни разу не сказала? Ларис, я к тому времени только, скажем так, выходил на тот уровень этого мастерства, на которое я вышел сейчас. Мне кажется, она ревновалась. Девчонки, а вы-то с какого боку подружки нарисовались? С бани. Нет, не с бани. У нас вообще интересы. Мы спортом увлекаемся. Мы познакомились в одном из поселок. А были готовы? Нет? Были знакомы с его второй женой? Вы знаете, нет. Дело в том, что такой скоротечный брак был. Хорошо. Петь, ваши версии все-таки расстались, потому что друг друга не узнали, слишком поспешили, да? Да, да, я считаю, что так. Он ни слова не сказал про то, что он на данный момент может предложить той же Ольге. Тогда пойдемте, посмотрим сюрприз, который вы приготовили. Проходите. Так, что он там приготовил интересное? Веник. Ольга. Я хочу для вас исполнить очень красивую песенку, чтобы вы поняли, Мне кажется, она вам понравится. Я хочу скорее заснуть И проснуться рано, рано И под волчьего и бурана Свой порог перешагнуть И пойти в снегу по пояс На вокзал На первый пояс Часовой Нарушить пояс И друг другу нас вернуть Спасибо вам большое, вы порадовали Замечательно, как спел в вас Слушай, классно А со страстью какой, да, спел? Вам понравилось? Спасибо Придется, спасибо 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 Я каждый раз, как мадам Брошкина Я ему всякие прекрасные слова говорю Мимо меня Я же за вами хотел вернуться, Лариса Нет, все идите Но ты уже присоединила, Лариса Да? Очень хорошо получилось Девочки, что вы скажете, Марина и Виктория? Парень прекрасный Глаза добрые Мимика такая трогательная Очень романтичный Песня душесчипательная Замечательная Но Но Не хватает силы духа Вот той самой мужской силы духа За которой Вот хочется идти И которая Ольгу вот Сподвигнет на подвиги На ее те самые, на которые она способна Такая прям подружка Смотрите-ка на нее У каждого человека Но она судит по себе Своя душа И кто как себя повел в той или иной ситуации Нельзя судить Активный парень Спортом занимается, думаю, сейчас И они найдут общие интересы Что вы увидели? А мне понравился Очень открытый Общительный Простой И в то же время Знает, что такое Очень глубокий Анализирующий Молодой человек Который в 37 лет Делает выводы Учит на своих ошибках И с таким чувством Собственного достоинства Посмотрите, как он общался с Розой Со мной, с Василисой Как он отвечал на вопросы Он был с нами в диалоге Как он внимательный Как он на Вас смотрел О чем Вы говорите? Жалко Мнение не изменилось После встречи Ты знаешь, да Я как-то к ней Пронялся Ну, Петин хороший, конечно Но никто не висит пришел Не эта женщина может оценить Вот я так скажу Петя вот для другой женщины совсем Мне кажется, Петр очень точно Выбрал формат сюрприза Для того, чтобы произвести на Вас впечатление Ему это удалось Знаете, не всегда, когда мужчина Мягкий внешний И говорит правильные слова Не всегда он является прекрасным мужем Вот в случае с Петром Он прекрасный друг Но в мужьях с ним сложно Если ты приходишь К такой холодной светской красотке А потом ждешь от нее, что она тебе будет На дорогу курицу заворачивать Ну, вы не из тех женщин, которые будут Курочку с собой в дорогу класть Ну, честно А я не холодная Я, наоборот, очень теплая Мне кажется, когда она пытается войти в образ Она создает о себе мнение намного хуже Чем нежели она сама в душе Новое знакомство через несколько минут Давай поженимся теперь вашим мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью И оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Ольга Идите знакомьтесь со вторым женихом Удачи! Привет! Привет! Сергей Очень милая улыбка Вот и положу Хочу энергетику ты почувствовать Спасибо Внешне, конечно, может быть, он ей подходит Такой тоже, видно, тусовочный парень Но вот он, это 100% не готов к семейным отношениям Здравствуйте, Сергей, с кем вы пришли? С подругой Яной Очень приятно Давайте на вас посмотрим Узнаем вас лучше Сергей, 29 лет Бизнесмен Профессионально занимается боксом-вейкбордом Мечтает достроить загородный дом для мамы Предупреждает, что видит рядом с собой только породистую девушку Друг прислал Сергею адрес сайта На котором были размещены фотографии его возлюбленной в откровенных позах Ее оправдания оказались неубедительными Надеется, что Ольга – порядочная девушка Василис, в чем причина одиночества с Сергеем? Может быть, он просто так к маме привязан, что у него ни на кого больше энергии не хватает? Уверена, что это не так Мама здесь совершенно ни при чем Сергей вообще нуждается в девушке более классического типа Ну, может быть, не в кринолинах, не в таком представлении Но точно более строгих нравов, чем позволила себе подруга Мне кажется, они друг другу по статусу больше подходят Да Роза? Хороший жених, возраст как раз подходящий Обеспеченный он там салон, красоты у него есть Без куска хлеба не отстанется В принципе, он такая красавица, как музой будет Правильно? Чтобы квартиру заработать, машина есть уже А с мамой договориться всегда можно Потому что хороший жених Сереж, может быть, вдруг просто вам завидовал И прислал фотографию А это была реклама солярия какого-то Или, может быть, модного курорта Это вряд ли, потому что это сайт знакомств Человек просто вел двойную жизнь Ну а как она могла этим заниматься? Она что, не подозревала, что это может, ну, не знаю, открыться? Потому что я на подобных сайтах не сижу, потому что мне некогда Я занимаюсь работой А она немножечко еще и продавала себя, да? Ну, по всему, видимо, я подробностей не знаю Но фотографий было мне достаточно То, что человек, который должен быть рядом со мной Ну, она, говорит, как-то пыталась оправдаться, наверное А какие-то могут быть оправдания? Ну, она прямо вот писала, там, размер такой-то, вес такой-то Стоит, там, вот эта вот услуга стоит, там, 15 рублей Ну, она говорила, как будто просто просили ее для рекламы, там, салонные и тому подобное Но она на самом деле работает, маникюр делает А вот, смотри, более заинтересованный взгляд к нему, чем к Петру Здесь, по крайней мере, интерес появился Вам 29 лет, это прямо вот единственная была вот такая у вас история? Нет, не единственная, почему У меня была еще любовь, наверное, одна Вот, настоящая девушка Познакомилась с Анной из Казани Познакомилась с ней в Турции на отдыхе Завязался такой курортный роман Он так провели целую неделю Потом в аэропорту, когда я уехал А у нее был следующий рейс в Татарстан Я ехал в машине, потому что мне чего-то не хватает Я позвонил, говорю, давай еще раз съездим отдохнуть Ну, вот мы через две недели купили еще раз путевки Поехали в тот же отель Проводили там две недели вместе И как так завязался роман Ну, потом начинал узнать, чем она занимается Она занималась, я юрист А на самом деле, когда я прилетел в Казань Ну, тогда уже начало все выясняться, кто она И кто она оказалась? Дочь богатых родителей И дочь одного из... Жена одного из, как сказать, авторитетных людей Казани Увляпался парень, а? Ну, я не знаю, мне кажется, это замечательно В смысле, если люди друг другу понравились Но потом не сложилось Это выясняется, где они встретились, правильно? Ну, и вы отступились, не стали с ней бороться? Пытался Вот, но мы после этого продолжали очень где-то год-полтора общаться Я ездил в Казань, соответственно, к ней Как любовники, да? Ну, а как кто? Нет, как друзья, может быть, если там муж при... Нет, а вы задавали ей вопрос, зачем она при живом муже? Уже старый был Ну, у них разница в возрасте, да И... Ну, влюбилась Они жили в разных квартирах, но поскольку у них совместный ребенок Соответственно, у них семейный бизнес с мужем и с отцом Ну, влюбилась Влюбилась молодого парня Представляешь, как вот ему чувствовать, что им воспользовались Одобрение мамы обязательно будет, да? Вот при выборе жены? Я думаю... Если не понравится ваша девушка маме Вообще в нашей семье, да, и, ну, в плане отношений с мамой Я принимаю в основном все решения я Вот, поэтому для моей мамы главное, чтобы я был счастлив, да И, ну, поэтому решение принимать только мне Конечно, конечно, он меня привлекает То, что такой же весь нагламуренный мальчик Сергей Готовы ли вы поддерживать Ольгу в ее начинаниях стать телеведущей? Не будете ли вы ревновать ее, когда она станет медийным лицом? Когда у нее будет очень плотный гастрольный график Она будет возвращаться поздно домой И на нее будут обращать внимание многие мужчины Справитесь ли вы с этим? На самом деле, я тоже очень творческий человек Вот И если моя вторая половина будет тоже творческим человеком Будет откроет свой потенциал, соответственно, да И будет развиваться только плюсы А к чему вы тяготеете? Какую вы передачу хотели? Или ток-шоу, я не знаю, может быть Про здоровье Это мне ближе У вас есть медицинское образование? Нет А тогда как? У меня есть гармония внутренняя Нет, гармония внутренняя, да Но вот вы говорите про здоровье Тогда? В это понятие я вкладываю психология, питание, тренировки Не обязательно имеете На здоровом образе жизни имеете Да, да Хорошо, я знаю, что у вас сюрприз за столом Вам никуда не нужно идти и переодеваться, да? Покажите, пожалуйста Так, всем надоело с ним общаться Сюрприз Посмотрим Просто каждая девушка рано или поздно выходит замуж, да? Это как свадебный подарок Такой сертификат на тату Я считаю, что это очень подходит невесте Это сексуально, подчеркивает женственность, красоту Ну, в принципе, осталось только поставить свою инициалу и фамилию И если ты сделаешь свой правильный выбор У тебя будет-то готово Вот так вот Спасибо Нет, ну он хотел мне сделать что-то приятное Видимо, больше Ни на что не способен Ну, он мог себе быть более интересно Ничего не придумал, скажем так Ну, сюрприз Каждый готовит сюрприз В мере того, чем он занимается в жизни А где катушку ставим-ка? Ну, ты посмотри, на ней Она уже сделана Там искусство уже готов Так На ляжке Да еще какая крупная Это свадебная подвеска Может быть, мы можем ее сделать ближе? Ну, ближе, ближе по духу Я не знаю А когда у нее уже будет четверо детей И целлюлит так будет наплывать на этот банк При этой подвеске она всегда будет оставаться невестой в любом возрасте Хорошо Спасибо вам, вы можете просить в своей комнате Спасибо Как вам, девочки, жених-то? Жених интересный Молодая кровь играет Глаза горят Но мне кажется, что немного не готов Сергей к семейной, что ли, жизни Потому что вот эти татуировки, бантик, вот как сказали на ляжке Ну, не совсем он готов к семье, к детям Просто знаешь, в свое время ей, наверное, немножко не повезло И теперь она просто хочет быть более уверена в своем мужчине Как вам? Я считаю, что интересный человек Четко знает по жизни, что ему нужно Это самое главное, наверное Мне очень понравилась его фраза, когда он сказал, что Ехал и понял, что чего-то не хватает И вот, наверное, это прекрасно, когда люди умеют понимать И возвращаться к тому, чтобы восполнить это свое состояние Виша нас заметила, то, что я говорил Ну, а ведь Сережа, пусть к нам зайдет лет через десять Когда разбогатит, собственно говоря И будет с нормальным достатком Тогда и, соответственно, добро пожаловать В общем-то Правда, другая невеста была Ну, конечно, взрослая, ухоженная, богатая Встретила такого мальчишку Не отпускайте богатые люди, своих жен Потому что вы вот здесь сидите Нужны им ваши пузо, триста лет Деньги ваши нужны А там такие, как Сережка, мальчишки В Турции, ну и так далее А вы дураки, думаете, что вас любят Ну, ты ей однозначно понравилась, ты ее впечатлил Браки должны быть равными Мне кажется, вы с Сергеем как раз был бы тот самый равный брак А вы в его вкусе чисто внешне Вы сегодняшний день ничего такого особенного не имеете Кроме молодости и вот такого вида хорошего, прекрасного И Сергей то же самое Вы ровня Просто он себя позиционирует проще, чем вы Если вы сегодня сделаете ставку на семью, на мужа На то, чтобы рожать детей И не будете сидеть и говорить А что, если я стану звездой А потом гастроли Не делайте на это Станете, станете Но сегодня другое Поэтому то, что касается Сергея Прекрасно, у него свой салон Есть стабильный доход Он молодой, он хорош с собой Мне кажется, вы могли бы прекрасно с ним составить дуэт Видишь, тебя поддерживают даже, видишь Ты мне понравился Вы внешне сейчас на программе спокойно и выдержанно Но в жизни вы совершенно другой человек Хотя подруги говорят, что вы теплая и душевная Вы скорее эмоционально-импульсивная временами И это проявляется не постоянно, конечно Но вы как не фонтан нежности Точно так же, как и не фонтан эмоций сейчас на программе Вы просто очень разные Хороший молодой человек Вы достаточно достойная девушка Но с астрологической точки зрения Вы два полюса Поэтому советую Но они правы по отношению к тому, что какая-то нужна Ну да Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю вам встретиться с третьим женихом Удачи Здравствуйте, Ольга Меня зовут Александр И я надеюсь на увлекательное общение Здравствуйте Спасибо Он немножко на полу похож Абсолютно Непреспектабельный Абсолютно Внешний вид у него такой смешной Он смешной С кем вы пришли? Я пришел со своими знакомыми Энджи и Марина Очень приятно Давайте на вас посмотрим Александр 33 года Программист в английской компании Любит комедии и научно-образовательные телепередачи Мечтает побывать в Японии Признается, что никогда не променяет дружбу на любовь Родители и друзья настроили Александра против его возлюбленной Под их давлением решил, что она ему не подходит и ушел Надеется, что Ольга придется по душе его близким Поняла, Василиса Для нашего жениха друзья дороже, чем любовные приключения В общем, в этом проблема? Уверена, что не так Я думаю, что просто друзья и родственники в той ситуации позволили вербализовать Александру его собственные сомнения в девушке Думаю, что в нем уже такой червяк, сомнение как-то поселился Роза, а на твоем рынке что происходит? Ну, жених неплохой, программист В компании английской, да, Витя? Значит, в Англию могут послать Тоже, конечно, квартиру снимают Это минус Друзей вы тоже слушаете Тоже, как говорят, не есть, хорошо Зато родители, к родителям прислушиваться Это неплохо Так что ничего, ничего Мы рассматриваем вас Мне кажется, что она не его формат Ну, вот это точно Не подстать ему А чем она вашим друзьям-то не понравилась? Друзьям или вот подружкам, с которыми вы пришли? Вы знаете, я думаю, что скорее не то, чтобы не понравилось Потому что мои друзья достаточно корректные люди Они просто, ну, сказали, что, может быть, вы не всегда вот как-то друг друга понимаете И один из моментов был Девушка просто сказала, что, в принципе, ей хочется замуж Но она не планирует ни детей, ничего еще И она не знает, чего вообще хочет И если в ее возрасте, наверное, это еще нормально То мне, наверное, уже как-то вот стоило бы задумываться И ее родители, к родителям знакомятся И там что? Я думаю, что им не понравилось то, что, знаете, есть, опять же, да, вот если очень сильно упрощайтесь Есть два типа людей Те люди, которые создают, и потребители Я думаю, что родители просто увидели в ней вот потребителя Ну, а как они пообщались? Не отдает, а просто вот Мама резала салат, а она сидела сложа руки, условно говоря Вы знаете, очень близко к реальности, да Ну, может быть, она стеснялась? Может быть, но даже если человек стесняется, он же может помочь Типичный маменькин сынок Ну, то есть мама губки поджала и сказала Не наша, тебе не нужно с ней Вы знаете, нет, на самом деле это было буквально в последний день Они просто меня очень аккуратно отозвали в сторону и сказали Саша, а ты уверен? То есть это вот Меня молодой человек привел по молодости знакомить со своей бабушкой Он жил с бабушкой, а родители были за границей Я села за стол, мне наливает чай И, знаешь, плохо отмытая чашка с коричневым, с таким вот, от чая Или там от вам Я просто автоматом встала к раковине, помыла чашку Это села и налила себе чай Она очень была вежливая Она сказала Это плохая девочка, броси ее А сработала? Сработала он меня, бросила Почему я плохая? Не хотела чить из грязной чашки А вторая, тоже я вот так вот салатик-то не кинулась я резать Потому что устала я с работы На диванчик легла, я думаю, пока она режет салат И прикорнула И тоже сказала Летяйка Ленивая На что она тебе? Тоже бросила Поэтому мамы, они знаете какие А я и не ленивая, и не плохая Роза будет за нас Лариса будет за второго Сергея А Василиса? Вот Василиса Не за кого А как вы ей объявили О том, что вы ее бросаете? Мы просто вернулись из Крыма Ей сказал Все хорошо Но к большому списку людей Которым кажется, что все не совсем так Добавились еще и родители И это совсем не хорошо Она слакала, цеплялась, не говорила Дай мне шанс Нет, она просто собрала вещи Позвонила своему другу Надо сказать, странно Вы объяснили свое решение К большому списку людей Разве в списке дело? Может быть, просто было ей Впрямую сказать Честно, дорогая Ты не развиваешься Ты не читаешь книг Это было сказано раньше Ну, то есть Я ей достаточно честно И достаточно долго Приносил книги А почему? Она в магазин уже хотела? Рассказывал Нет, она сидела дома Ковырялась в интернете И, наверное, все Какой досуг он ей может организовать Кроме интернета? А вы, подружки, откуда? Я одноклассница Мы просто дружились Я из Севастополя Мы вместе учились Сашу знаю С первого класса Замечательно И как вам кажется? Какая рядом девушка с ним будет И маме понравится? Увлекающаяся Интересующаяся всем вокруг Спортсменка Возможно Всем такси чем? Всем это значит всем Это значит наукой Это значит новостями Всем, что в мире творится Я не понимаю, зачем в семейной жизни Жене увлекаться наукой? Открытая голова Открытая сознание Живой ум Мне твоей головы не нужно У меня своя есть Пускай простая Понимаешь? И вроде меня народ понимает И вроде тебя народ понимает И от этого вроде мы обе хуже не становимся Я не понимаю, зачем эта наука Нужна Разные мужчины, Роза Ну смотрите Вот такому мужчине, как Александр Нужна женщина Которую он покажет какую-то статью И они вдвоем будут в запое это обсуждать Это огромная часть жизни Писайтесь отачу на даче На огромное удовольствие А из одежды Вот мамина кофта Правда? Ну А у нас он красота какая сидит Мамина кофта никогда не будет Смотрите Ну просто для каких-то простых вещей Есть условно говоря стиральная машинка и посудомоечная Человек ведь это больше Ну чем просто стиральная машинка Ну правильно Она не может прийти в дешевые кофточки за 100 рублей в клуб Который она посещает Конечно Поэтому ей приходится так одеваться Покажите сюрприз Проходите На самом деле все достаточно просто Мальчик значит, да? Да Ну большинство мужчин, мне кажется, хотят сына Давайте представим, что это наш ребенок И в семейной жизни очень часто бывает так, что родители заняты вдоль и поперек Он готов к семейной жизни, как мы видим Нет, он готов, да Я предлагаю, если у нас будут только две руки свободны У вас одна и у меня одна И мы попытаемся просто одеть нашего ребенка Это ведь не сложно, такая игра простая Самый же не мальчик, семейный, маленький сынок Да, да, это мама, сестра Смотрите, я думаю, лучше начать с подбойниками Вот эта штука слева Да, я в курсе Погода называется Да, да, да Ребенка сошлить нельзя А вы вообще как скоро хотите детей? Мне бы хотелось в ближайшие два года как-то уже определиться Так Ну, надо ее с другой стороны Да, вот так Нет, не так Мне кажется, наоборот Конечно, наоборот Иначе ребенок потом будет из нее Он не должен из нее, по крайней мере Какое-то время Вы видите, ваш друг больше знает о маленьких У вас есть братья и сестра? Нет А у вас, Оля? У меня есть, да, две старшие сестры, но они уже взрослые достаточно Они старшие и с ними так поступать не нужно было Ну, молодцы, справились Молодцы, браво, браво, браво Как вам такой сюрприз-тест? Замечательный сюрприз Такой веселый подарочек Забирайте своего Александра, идите в комнату Спасибо Саша, молодец Слушай, ржач Слушай, умница Вообще Молодец Я, честно говоря, не ожидал С распашонкой очень забавно Александр, мне понравился очень Парень интересный Видно, что есть о чем поговорить Но, конечно, к сожалению А может и к счастью Птицы это разного полета Спасибо, что вы сказали Ну, честно говоря Очень глубокий человек По моему мнению Вот И многими вещами интересуются Но я согласна, что они разные А как вам? Неплохой Ну, я пока затрудняюсь ответить Ну, программист Он хороший товарищ Пришел с подружками Он действительно птица другого полета Он так высоко летит Относительно Ольги Он проживает абсолютно другую жизнь Интересную, насыщенную Он любопытный Он адекватен своему возрасту И то, что он в семье Он такой правильный, хороший мальчик И он никогда не поймет Чего от него хочет Ольга Абсолютно просто Пока она ему уже Прямым текстом не будет Говорит Слышь, я тебе сказала Пошел туда с моей подругой Купил то-то, сделал это Вот и все Ну, какое-то время потерпит А потом ему мама скажет Уходи от этой Оли Она плохая девочка Нет, он найдет среди своих Девушку достойную Вы не его Так означает, что Она сразу от тебя отекла Что это не ее вариант По одной простой причине Потому что Ей придется Именно доказывать Свою Да, нам нужен Типа мужчины Метросексуал Да Конечно, Саша Не метросексуал О чем говорит Саша А она где-то права Ну это да Я что Я целиком и полностью за Я бы Александра Характеризовала Как приятного зануда Мне его жалко искренне Мне понравился он Мне кажется, что Как раз Лариса, не соглашусь с тобой Девушка Практически любая При достаточном количестве энергии Сможет его Ну если не заставить То повести в свою сторону Беда той девушки была в том Что она вообще никуда не вела Вообще ничего не хотела Наташка, тебя пожалели Здесь я не согласна Абсолютно не согласна Ну как же так Столько лет И до сих пор нет жены По-моему, он будет пожалеть Женщина должна выступать Таким генератором энергии Вы все-таки Другой типаж И генерить энергию для кого-то Не будете точным Поэтому Я даже где-то больше завидую Насколько у тебя интенсивная И интересная жизнь Обычно завидуют мальчики Почему? Мы тоже с Маринкой завидуем Да Я бы столько путешествовала Сколько ты Конечно Виктория и Марина Есть достойный жених Вашей подружке? Я считаю, что Наиболее достойным Женихом является Сергей Спасибо Вы что скажете? Я считаю, что Петр Ну что, Петя Девушка понравилась? Да, она мне понравилась Хорошие глаза такие Что утонуть можно Значит, Оленька Для начала Надо себя спросить Какой муж нам нужен? Нужен ли нам Допустим Любовник Добытчик Друг К сожалению В природе Редко встречается Вот такое соединение Поэтому на безрыбье Рак-рыба Предлагаю Вариант любовника Сергей Ну что, Сережа Как тебе наша невеста? Понравилась вам? Девушка неплохая Интересная Но закрыта Вы, конечно, не созрели Для брака Чтобы быть полноценной Партнершей Чтобы отдавать Вы сегодня только Заточены на то Чтобы брать И единственный человек Из всех троих Может вам давать Петр Намаялся Экспериментировался Поэтому Чем богат Тем будет И рад Но он вам не подойдет Поэтому идите к Сергею Там разберетесь Как ты расцениваешь Наши шансы? Я думаю, что она зайдет Именно в нашу комнату Я тоже так думаю Будет Либо Она зайдет к нам Либо она не выберет никого Ну, сегодня С вашей точки зрения Конечно, не произошло чудо Не распахнул из двери Не вышел Некто, кого вы ждали Вот С тем набором качеств Которые были описаны В ролике вашем Но мне кажется Что именно Петр Мог бы терпеть Именно терпеть Тот образ женщины Которой вы являетесь И может быть Постепенно вас перевоспитывает Петя, а шансы Как ты свои оцениваешь? Ну Я думаю, что я тоже Ей понравился И я считаю Что у меня шансы неплохие А если она зайдет? Пойдешь? Да, выйду Ну, мне кажется Что именно к Петру Следовало бы зайти Для того, чтобы Друг другу просто Приоткрыть завесы Какие-то на другой мир Это не будет Продолжительными отношениями Но, наверное Имело бы смысл У нас в сегодняшней программе В общем, слушайте Своё сердце Оно вас не обманет Мы вас поддержим Проходите Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс их номером По телефону 4-4 Татьяна Татьяна 30 лет Номер 1482 Администратор В салоне красоты Ищет мужчину Который умеет ценить И уважать Свою вторую половинку Лаура 22 года Номер 1483 Артистка оперы Настоящая испанка Ищет честного И хорошо воспитанного Мужчину Который умеет Управлять Своими эмоциями Мы не знаем Будет Ольга Одна или с избранником Я приглашаю всех Выходите Давайте её поддержим Вы похожи Внешне Это здорово Я всегда говорю Что это хороший знак Здравствуйте Здравствуйте, Ольга Очень рада Ура 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 Пойдёмте У нас есть пара Ольга и Пётр Если вы хотите Оказаться на месте Наших героев Заполняйте анкету На сайте Первого канала Я Ларисе Бузеевой Желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Спасибо Удачи Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok